всем привет вы на канале лазница это канал о прическах с вами вика я очень по вам скучала по таким видео с озвучкой это видео должно было выйти намного раньше простите что какое-то время у меня было просто с музыкой надеюсь что это исправится снимала его давно еще для вас но буду стараться опять войти в ритм спасибо что остаетесь со мной и хочу вас сегодня научить плести косу самой себе видео будет очень медленно чтобы вы могли сесть и за мной повторять итак я отделяю первую прядь я всегда ее отделяю на затылке мне так удобнее я так больше себе нравлюсь с таким колоском отделяю крупную достаточно прядь и делю ее на 3 прошу заметить то как я держу руки и постараться повторять по максимуму за мной движение то есть я пряди держу во всей руке то есть всеми пальцами и в мизинце у меня прикасаются к голове то есть вот таким образом лучше держать пряди когда вы плетете самой себе и начинаем плетение освобождаем два пальчика вот этих вот и через среднюю прядь сверху забираем правую прядь то есть правую прядь кладем на среднюю и переносим ее в левую руку вот так вот теперь освобождаем на правой руке пальчики и забираем левую прядь то есть кладем ее на среднюю и забираем в правую руку вот таким вот образом хорошо сжимаем стягиваем пряди и вот у нас первый проплет получился с этого момента я уже буду добавлять подхваты теперь опять справа крайнюю прядь на среднюю забав забираем ее левой рукой вот этими двумя пальчиками а среднюю прядь отпускаем вот так теперь нам нужно добавить к этой край крайней пряди подхват подхват я отделяю одним пальчиком правой руки и переношу в левую руку то есть добавляю к крайней правой пряди вот забираю большим пальцем левой руки вот таким вот образом все забрали теперь нам нужно среднюю прядь забрать в правую руку чтобы ее было удобнее забирать вы все пряди вот так поднимите вверх тогда вам будет проще ее забирать просто попробуйте сложно просто на словах объяснить вы должны это понять все хорошо стягиваем опять и опять начинаем слева левая прядь у нас будет идти на среднюю забираем мы ее пальчиками правой руки вот через верх левая прядь на среднюю когда вы ее забрали вы можете спокойно среднюю прядь отпустить это нужно для того чтобы освободить левую руку которой вы сейчас будете добавлять подхват к этой левой крайней пряди вот опять пальчиком отделяете подхват и добавляете к левой крайней пряди вот добавили теперь забираем среднюю прядь левой рукой чтобы ее забрать приподнимаем немножко все пряди и хорошо стягиваем еще я вот так вот как вы видите прижимаю мизинцем к голове пряди чтобы они тоже не распускались и опять начинаю крайнюю прядь на среднюю среднюю отпускаю добавляю подхват забираю среднюю левую крайнюю прядь на среднюю среднюю отпускаю добавляю подхват субтитры добавил DimaTorzok И в конце, когда все подхваты закончились, вы просто заблетаете дальше обычную косу. Завязали резинкой и вот так вот пальчиками проходимся по подхватам, чтобы нигде не было четких проборов, то есть залысин нигде не было видно. И вот так вот расслабляем, послабляем косу. И вот и все получается, колосок готов. Очень надеюсь, что у меня получилось вас научить. Если будете пробовать, то отмечайте меня в инстаграме. И вот такой вот на сегодня у меня был для вас урок. В следующем видео вы увидите косу из шести прядей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Если вам понравился этот урок, то очень рассчитываю на вашу поддержку лайком или комментарием. Чем-нибудь, просто чтобы знать, что эти видео не просто так снимаются и быть кому-то нужны. Мне это очень сейчас важно. С вами была Лозница Вика. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok